ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это фестиваль имеет давнюю историю, практически это уже 20-й слет. Но и в истории были такие моменты, что он несколько раз, наш этот форум, менял свои названия. Сначала он назывался «Голубые озера» и проходил на озерах в Луховицком районе. Туда приезжали люди в основном из Рязани, поэтому он и считается рязанским фестивалем. Но после того, как 4 года назад сгорели леса и запретили просто проводить в лесах мероприятия такого масштаба, и наш фестиваль переехал на берег Аки, в деревню Ганькино, это Луховицкий район, Алпатьево, Ганькино. И поменял свое название, естественно поменял, потому что уже совершенно другая природная среда, природный ландшафт. И назывался два года «Луховицкие озера», и вот уже третий год носит название «Есенинские струны», которая, как мы надеемся, уже теперь не поменяется и закрепится за этим фестивалем. Что он из себя представляет? То есть, я так понимаю, собираются люди какие-то, да, и вот песни, поэзия. У костра самое главное. У костра. И отличительная черта нашего фестиваля от всех других, что у нас можно жечь костры. Слава Богу, поляна большая, свободная, и есть такая возможность. А характерная черта для всех фестивалей именно бардовской песни – это песни у костра под гитару. И кто участники этого фестиваля? Участники фестиваля – самодеятельные авторы, поэты, которые ищут самовыражение для своего творчества. И на фестиваль приезжают маститые, скажем так, люди, мастера жанра в поэзии, в авторской песне, которые слушают их, проводят мастерские и чему-то учат. И в конечном итоге на фестивале проходит конкурс, в котором принимают участие вот эти люди. Ну, я еще заметила, что помимо увлеченных людей авторской песни, очень много приезжают просто с семьями отдыхать. И я так поняла, что это для людей своеобразный отдых такой. Приехать не только с малыми детьми, но и с домашними питомцами, вот с собаками, если помните, да, Сергей? У нас приезжали на велосипедах. То есть для людей это хороший отдых на природе. Хотя о собаках надо особо сказать, подготовиться, чтобы амуниция специальная была на морднике и так далее. Потому что большое скопление людей и не все одинаково реагируют на это. Вот мне так кажется, что вот люди, наверное, в таких фестивалях участвуют вот одни и те же год от года. Ну, в основном-то, конечно, есть какой-то костяк, да, организаторы и так далее. Но в последние годы мы видим большой прирост и наплыв детей и подростков. И в этой связи мы проводим специальные детские дни. Вот 13 июня у нас детский день до открытия фестиваля, где будет большая программа с детьми, которая включает в себя не только творческие, да, мастерские, поэтические песены. Но также с детьми будут туристические инструкторы работать, рассказывать, как поставить палатку, как развести костер. Кроме того, приедет кондитерская компания «Чудо-торт», которая будет проводить с ними мастер-класс. Они будут готовить сами своими руками с детьми какие-то кушания сладкие, которые потом детям и достанутся в виде призов. То есть Зулайхо сказала, что это не только фестиваль, это семейный отдых, на который мы ждем людей приезжать. Это будет интересно. И я добавлю еще для детей хороший мастер-класс по изготовлению рязанской игрушки. С нами уже не первый год работает детский центр дополнительного образования «Рязанский оберег». И вот они приезжают со своей глиной, со своими сувенирами. Дети тоже там разукрашивают, лепят. То есть удовольствие получают и взрослые, и педагоги, и дети. А вот что нужно сделать, чтобы стать участником фестиваля? Это было бы не приехать, или тоже они участники в какой-то мере. Нужно просто приехать и на стойке регистрации зарегистрироваться. Для этого нужно обязательно с собой иметь паспорт. Это нужно для того, чтобы та база участников, которая с года в год у нас собирается, она имела какую-то такую вот юридическую под собой хронологию. Мы знали бы возраст участников. И все, и выбрать номинацию, в которой ты будешь участвовать и идти в конкурс. Это для участников, а для просто отдыхающих просто приехать. Да, просто приехать. Ну и раз слово номинация прозвучала, разрешите, я расскажу о номинациях фестивальных. Но традиционно это такие, как поэт, композитор, исполнитель авторской песни. Есть традиционная номинация, посвященная творчеству Сергея Есенина. Она подразумевает собой, ну, просто даже упоминание в память о великом поэте. Да, хотя это могут быть и песни на его стихи, и непосредственно произведения, написанные Сергеем Александровичем. Кроме того, каждый год у нас появляются какие-то номинации, которые характеризуют этот год. Этот год в России год культуры, и в этом году у нас номинация культурное событие. Ну, культурное событие для бардов, это, конечно, то, что непосредственно связано с бардами. А этот год богат на юбилеи. В этом году Юрию Висбору и Евгению Клячкину исполнилось бы 80 лет. В этом году 90 лет исполнилось бы Вулату Шалчу Акуджаю. Этот год юбилейный для Александра Вертинского, 125 лет, который вообще, мы считаем, первый бард российский. Ну, еще очень много. Здесь и Новелла Матвеева, и Анна Ахматова. И, то есть, вот в этой номинации культурное событие мы ждем людей, значит, со своими произведениями или с произведениями этих вот величайших людей нашего движения бардовского, поэтического. Вот на каждом фестивале обычно бывает какая-то звезда приглашенная. Будет такое? Будет такое. У нас каждый год это происходит. Сейчас о звезде, как бы, последние идут утряски. Это интрига. Мы в социальных сетях за две недели до фестиваля обязательно об этом прокричим. Но есть еще одна интрига, которую мы решили выплеснуть наружу. Это о гран-при, я хочу сказать. Да, да, обязательно. Традиционно гран-при в нашем фестивале это гитара, то есть инструмент, который мы дарим победителю. В этом году мы приняли решение, что это должна быть не просто гитара, а гитара профессиональная. И для тех, кто знает, мы подготовили приз. Это будет электроакустический вариант, гитара авэйшн. Это сам по себе инструмент произведения искусства. Стоит он немалых денег, поэтому кто желает участвовать в конкурсе и побороться за это, мы приглашаем. Есть за что побороться. Да, есть за что побороться и есть за чем приехать. Вот самое главное, когда ехать? Так и не сказали. 12 июня в День России у нас заезд, накануне еще рабочий день. И мы принимаем, регистрируем участников и просто посетителей фестиваля. А 13 июня начинается программа фестиваля. В первой половине дня пройдут детские мероприятия. Дальше пройдут мини-концерты гостей фестиваля, которых очень много. Среди них в этом году Марат Фахреддинов, Анна Копейкина. Из Сибири к нам летят Лариса Ялынская и Евгений Савельев. Директор департамента Министерства спорта Барт Марина Томилова с музыкантами будет в этом году. В общем, много очень интересных лиц. Они продолжают еще заявляться, подтверждать свое участие. И 13 июня в 20.00 открытие фестиваля торжественное, как обычно, с салютом, с речами. 14 целый день мы работаем в мастерских, проводим мастер-классы для авторов, для поэтов. И 14 июня в 21 час закрываем фестиваль. И дальше костровая ночь, до утра у костров поем песни. И обязательно уборка. Да, и 15 июня просыпаемся, убираем за собой все, оставляем чистой поляны и возвращаемся к своим делам. Словом, будет интересно и душевно, что тоже главное. Будет очень интересно, мы надеемся на это. Ну что ж, спасибо вам. Напомню нашим телезрителям, что в гостях у меня сегодня были Сергей Колотов, директор фестиваля авторской песни и поэзии «Есенинские струны» и Зулайху Кадирова, продюсер этого фестиваля. В эфире была программа «7 минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»